На молодежном форуме, который продолжает свою работу на базе санатория «Каменная речка», участники представили первые проекты. Напомню, что работа форума разделена на семь тематических смен. Первыми с идеями выступили участники из смены молодежного кадрового резерва республики. Всего участниками были представлены 11 проектов, которые примут участие в конкурсе грантов на их реализацию. Идеи, которые защищали участники, связаны с дальнейшим развитием республики. Я проходила педагогическую практику в строительно-промышленном техникуме. В данном техникуме обучается большее количество молодых людей с инвалидностью. Они получают востребованные рабочие профессии в данном техникуме. Также у нас в республике есть другие техникумы, в которых также обучаются молодые люди с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. И мало учебных аудиторий. Для них также необходимы сенсорные комнаты психологической разгрузки. Именно наш проект «Особенная комната для особенных людей» направлен на создание сети сенсорных комнат в профессиональных учебных учреждениях, где это необходимо. В данных комнатах смогут работать и учащиеся, и специалисты, привлеченные и педагоги данных техникумов. И мы планируем реализовывать дальше проект, оснащать техникумы колледжа, где это нужно, и создавать сетевое взаимодействие. Напомню, что молодежный форум – это пока рабочее название. Постоянное выберут уже сегодня. В планах организаторов сделать событие ежегодным. Молодежный форум продолжит работы до воскресенья 12 августа. Подробнее о его итогах в ближайших выпусках новостей на телеканале Мэтр.